а что произошло в последнее время все-таки я должен сказать что те же правоохранительные они стараются сейчас все-таки более аккуратно действовать почему в а потому что больше появилось лобных мест потому что все-таки общественность сегодня она не дремлет и мы видим что иногда тельные сюжеты которые касаются прав и свобод гражданина они часто появляются в сети интернет на страницах наших газет и любой оперативный работник он прежде чем что-то сделать он наверно будет оглядываться если камера где-то снимать ли кто-то на видео и так далее так далее это некий некий такой тормоз а мне кажется что власти мужчин ничего не боятся и как раз сейчас появление благосферы вот если действительно инструменты для того чтобы это как-то доносить до широких массов скажем так мне кажется что не знаю как в других странах у нас в россии человек боится только как бы своего сословия то есть вот если он по понятиям ворует но не больше чем положено то ему нечего бояться никаких разоблачений сетевых что касается власть имущих но я могу так сказать что если власть не подконтрольно обществу то понятно что в тиши кабинета проще творить безобразие и вот то что происходит с нами в последнее время мы видим что сегодня до идут определенные процессы оздоровления общества но эти процессы очень сложны мы не можем по повиновению волшебной палочки улететь на 200 лет вперед пройти путь который прошла америка и европа а мы должны по этому пути радио раз не обязательно не обязательно брошь когда нам говорят что вот ту демократию который мы вам сегодня экспортируем американский европейский это вот то что нужно для счастья человека это абсурд у нас есть свои традиции носить свои обычаи я не в буквально смысле слова говорю о демократиях в тех иных странах я говорю о выздоровлении общества с точки зрения понимания роли человека роли общества в части взаимодействия с органами государственной власти и там как в суде сейчас говорить не перебили же хорошую мысль хотел сказать я на ней акцент поставил да давайте я слушаю я могу другими конечно словами сказать вопрос вопрос на самом деле что касается власть им власти имущих не и граждан вопрос действительно важны действительно актуальны на сегодняшний день но этот вопрос невозможно решить без понимания ролик и суток гражданского общества без понимания роли самого человека подошли сам человек будет вот так вот становиться перед любым должностным лицом он в состоянии боязни он быть парализован и его разум тоже а у нас разве становится так у нас слава богу уже нет того что было там советском союзе и но в некоторых ситуациях люди становится так вот казалось бы когда человека останавливают сотрудники бдд мы же надо наблюдаем картины когда человек выскакивает из машины бежит сотруднику гбдд да это что вот это что за это что за явление это традиция на самом деле у нас в америке если он выбежит из машины он просто сразу получит пулю совершенно верно в америке над сидеть в машине же жарил руки совершенно верно руле совершенно верно но на же это существует это не традиция это конечно где-то на каком-то генном уровне может быть поскольку мы все-таки семь больше 70 лет жили в тоталитарном государстве вполне возможно что это конечно как бы осталось тех времен но опять же если человек который совершает какие-то действия поступки если у него нет чувства собственного достоинства если он дрожит перед власть имущим так скажем условно даже да то это беда это беда наше общество никогда не не сможет созреть к такому уровню где бы действительно мы были все равны неважно кто какую должность занимает неважно понятно что социально равны мы никогда не будем это невозможно а что касается прав и свобод человека то вы должны быть все равны если мы этого не есть по извините а вот сейчас прибью есть хотя бы она одна страна в мире где реально все равны перед законом вообще нет конечно это не но это не значит что задав мне этот вопрос вы подавите во мне желание прожить до того времени когда на планете земля появится страна где все перед законом будут равны либо нужно будет какой-то остров выбирать на планете земля избирает там президента избирает там правительство где четко будет с нуля будет понятно и политика этого президента и политика этого правительства где будут они будут стремиться что все были равны все одновременно ходят в столовую все одновременно ходят рестораны там и так далее так далее и и